Внезапно вы осознали, что современные AI-игры вам не по душе, и, хочется чего-нибудь ретро, лампового. Тогда вы открываете ваш обозреватель страниц всемирной паутины и переходите на сайт instantgames.ru В репозитории игр instantgames.ru очень много текстографических игр. Официальный сайт интерпретатора текстографических игр instantgames.ru Интерпретатор текстографических игр instantgames.ru Существует документация на русском языке, при помощи которой можно написать свою первую игру. Документацию можно прочитать в обозревателе веб-страниц или загрузить на ваш персональный компьютер, чтобы пользоваться ею в любое время. Несмотря на то, что документация выглядит достаточно большой, не бойтесь, это отнимет у вас всего 1-2 вечера. Произвести инсталляцию интерпретатора instantgames.ru В программах Linux можно при помощи командной строки Также можно загрузить instantgames.ru Программу Launcher, при помощи которой можно производить более удобную, отличную отручную, загрузку игр с репозитория игр instantgames.ru Запускаем интерпретатор instantgames.ru Передаю управление игрой своей ассистентке Урау! У нас есть хижина и кот Осмотрим сцену и попробуем взять взятельнебельные объекты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пройдем в магазин и поговорим с продавцом О-о-о-не! Наш кот пропал! Развязываем окружающих? В чем же дело? Это все конечно же прекрасно, но, мы же хотим и можем написать свою игру Открываем диспетчер файлов и переходим в папку с играми INSTEAD, где создаем папку для своей будущей игры Название пишем на латинице Открываем папку для нашей будущей игры и создаем в ней текстовый документ формата Lua Называется файл должен main3.lua Готово! Начало положено! Открываем только что созданный файл любым текстовым редактором Для названия игры в самом начале файла вводим две тири, знак доллара и следующий текст на латинице, name Далее вводим название вашей игры на любом языке Закрываем этот блок тем же знаком доллара Включим светлую тему в текстовом редакторе для большей видимости написанного Вводим такой параметр, как версия игры На новой строке вводим две тири, знак доллара и следующий текст на латинице, версии он Указываем любой понравившийся вам формат и закрываем этот блок знаком доллара Далее пишем такую вещь, как инициализация В ней можно указать предметы, которые даются игроку в начале игры, или же начальную комнату игрока В общем-то это функция старт Теперь пишем комнату Здесь все просто, room с открывающимися и закрывающимися скобками Это комната Naam, это название комнаты Title, это заголовок комнаты, который видит игрок Desk, это короткое описание сцены, которое показывается при ее обновлении А Decor, это статичное и постоянно видимое игроком описание Исходник описанного в данном видео можно будет загрузить по гиперссылке, указанной в описании этого видео, указывающей на Google-диски Вводим «Вейтх» Это список, в котором могут находиться объекты на сцене Тут же мы создаем полностью объект Например, такой объект как сундук, при клике на который будет выводиться какой-нибудь текст Текст типа Произошitä Но��들 просто идет с собой Единственные Из Ry� Извали Произошение Общаем Вот Мы и создали комнату, с которой мы замесим уже можно запускать игру. Не забываем сохранить документ, это очень важно. Вот и наша игра. Давайте создадим еще одну комнату и переходы между ними. Все вводим точно так же, как и в первой комнате, только не забываем давать комнатам уникальные названия. Играет музыка. Продолжение следует... Введем вей, это переход, пишем вей, открываем фигурную скобку, пишем парк, опять открываем фигурную скобку, в кавычке заключаем, внимание, название перехода, вводим запятую и записываем в кавычке название комнаты, в которую требуется совершить переход, закрываем фигурные скобки и не забываем ставить точку с запятой, примечание, старайтесь писать код красиво, это поможет в дальнейшем в ориентации в исходном коде программы. Во второй комнате также пишем переход в первую, если нужно, чтобы игрок мог вернуться. Ура! Теперь мы можем пройдить от одной комнаты к другой и обратно. Кажется мы забыли ввести дескрипторы для объектов, чтобы они были видны на сцене и на них можно было кликать. Записываем деск в объектах и в кавычках расписываем сопровождающий их текст, кликабельную часть текста нужно указать в кавычках как на примере. Субтитры делал DimaTorzok Вновь открываем институт и проверяем, объекты кликабельны. На этом все. Более подробно можно рассмотреть интерпретатор можно по ссылке, указанной в описании видео. Минус и так, что мы имеем в итоге интерпретатор текстографических игр с открытым исходным кодом, игры которого могут запускаться везде, где может запускаться интерпретатор, даже в командной строке Dada. Также так называемый движок можно использовать в качестве простейшего 2D движка или даже псевдо 3D. Также возможно написать игру с текстовым вводом, где вам нужно будет вводить текст, на который игра будет реагировать. Не круто ли это? Вопросительный знак это просто прекрасно. Если хотите узнать больше, переходите по ссылкам. А на этом я все, конец эфира. Субтитры сделал DimaTorzok